день любого уважающего себя майнкрафтера начинается с похода в шахты а я как раз являюсь таковым здравствуйте уважаемые дамы и господа прямой репортаж прямо с моей пещеры где я добываю ресурсы именно на такой взрывной ноте начинается продолжение моего одиночного выживания а перед тем как продолжить хотел бы поблагодарить своих бустеров уже прямо сейчас параллельно я занимаюсь записью эксклюзивного сезона которые увидят только они и на ю тубе он не появится третья часть а я уже нифига себе какой прокачанный у меня и паровка есть и гранатомет и даже топливный бак пустой есть вот это конечно богатство пока я тут разглагольствовал я смог добыть уже достаточное количество серуды достаточно маленькая важная поправочка поэтому и шахты я еще не выхожу специально копаюсь на большой высоте потому что мне надо железо уголь и вот вся такая мелочевка редстоуна алмазов ну и всех остальных руд которые можно найти гораздо ниже у меня ну вроде как предостаточно сегодня у меня по планам обставить базу контейнерами и новыми турелями и в мои новые турели нужно поставить новое оружие это конечно это автология счета но зато все по факту а еще сегодня у меня по планам зайти на сайт get x который между прочим имеет официальную лицензию и в этом вы сможете убедиться лично сейчас на сайте действует акция в апреле кэшбэк до 50 процентов то всем кто зарегистрируется в апреле кэшбэк будет до 50 процентов и останется он на все время раз в неделю за игру на сайте вам будет приходить кэшбэк в размере до 50 процентов на котором не будет никаких ограничений можно будет либо сразу играть ну или поставить на вывод на кону у меня 300 бакс шаттл заправляется контент отправляется уа шаттл вернулся с контентом этот успех я просто обязан зафиксировать заправляю шаттл шаттл летит за контентом и самое время его забирать мне кажется пора бы эту поживочку уже вывести вписываю свою карту и сумму и осталось немножечко подождать сейчас на сайте проходит акция gtx дарит 100 на баланс за репост из паблика вконтакте и 5 на баланс за подписку в телеграм-канал напоминаю что всю полезную информацию можно найти в закрепе не забывайте что можно как выиграть так и проиграть сейчас наверно буду выбираться чуть повыше тут подо мной просто невероятное скопление мобов у меня же вроде как есть ранец так что можно будет к ним прокопаться и безнаказанно выбраться наверх но только я к ним копаюсь не с пустыми руками а с заряженным гранатометом по пути добуду железо ибо железо а подожди у меня аж дофига железа я забыл лишним оно точно не будет такое ощущение что они наверху вообще да они наверху а чё там пещера что ли какая то есть я же вроде и так не зарывался особо вот уголь мне точно нужен я такое ощущение что я вот раскопаю один-два блока и они прям посыпятся на меня они там и друг друга сейчас постреляют ну нормально мне-то меньше патронов тратить так это все на поверхности происходит мне можно просто из дома вылететь и так сказать влететь ооо тут еще и на ферме все созрело обязательно вернусь и соберу отсюда все вот это бабахает там ну-ка да вот оно скопление друзей как же здесь много рупторов ой хорошо ээ чё подожди вы хотите сказать что босс какой-то уничтожил мой гранатомет то есть мое единственное оружие не ну это это реальность или он все-таки выпало я его смогу подобрать но нет ну почему все гранатомета нет а делать его достаточно дорого поэтому мне наверное придется искать корабль новый да хотя мне в любом случае новый корабль придется искать потому что кибернетических запчастей на фабрикатор мне не хватает а кибернетические запчасти выбивать в аду это просто смертный приговор себе выписать ну тогда перехожу на акм надо будет для него еще магазинов сделать но для этого потребуется сталь поэтому сейчас в доменную печь закидываю уголь и железные слиточки также угля надо закинуть еще в генератор в верхнем немного есть а в нижнем у меня вообще дерево валяется руды отправляю на переработку красиво выглядит итак скину ненужные ресурсы и пойду собирать урожай своей фермы и вот какой урожай принесла самая лучшая ферма на планете но мне нравится хлеба из лужи не нарушаем традиции можно уже скоро будет заняться созданием бумаги и из очаровательного стола но надо еще немного чтобы у меня подросло тут все а и старые метки можно удалить я же там все зачистил единственное что надо дома метку поставить а то вдруг заблужусь олово можно отправлять металлургический пресс для того чтобы создавались пластины а я в будущем из них буду делать контейнеры но для этого нужно кинуть очень много булыжника на переплавку сейчас пособираю по ящикам сколько у меня его здесь есть все булыжник заправлен подключаю multisystems ну и остается только лишь дать а еще у меня есть измельченное железо и никель можно сделать инвар и потом усиленный набор обновления да я наверное этим займусь тогда инвар не очереди на переплавку бронзу я потом в доминой печи скрафчу хотя можно даже сейчас закинуть все это пойдет на бронзу и потом железо вернул и уже кстати 24 стального слитка вышло надо тогда магазинов сразу наделать 36 штук думаю столько мне будет достаточно но эти магазины обязательно нужно чем-то зарядить ну как чем-то винтовочными патронами а у меня как раз 40 штук лежит только пороха больше нет вот 2 вот 4 может быть и хватит хотя я очень сильно сомневаюсь в этом можно еще уголь на передробку закинуть полстака пороха получу ну что ж я смог зарядить 31 магазин девять у меня разряженных ну и по идее можно отправиться на поиски нового корабля только вот я с собой еды наберу побольше надо еще с фермы все пшено собрать и хлеба наделать просто золото на морковку пока что тратить не хочется у меня его не так много о полстака хлеба надеюсь каменщик у меня его не украдет я конечно же украду конечно же это так ты в майнкрафте покажешь где ваш пиксельный хлебный ларек находится и скажешь точное время когда ваш пиксельный квадратный танк подъедет чтобы я вовремя отлучился от перекуса хлеба и переключился на танк так метка на доме есть полечу я на ранце топливных баков у меня предостаточно и отправлюсь я на юг потому что у меня как раз здесь выход в море и есть шанс что я смогу найти корабль неподалеку можно даже прорисовку увеличить сканирование территории на удивление даже не лагает особо о а вот и корабль если бы не прорисовка фиг нашел бы это прям очень близко к дому все возвращаю прорисовку на стандартные значения а то если меня фпс начнет подводить во время зачистки то будет не очень круто я сначала как стервятник полетаю над ними пусть они позгорают можно будет вертолет сбить заодно только если он появится он чуть не хочет появляться о вертолет есть этот агрессивный какой-то даже отстреливается все сбит надо набрать высоту чтобы быстрее пойти на дно и сразу забрать оттуда ресы вот вижу есть железный блок ракеты и где-то вот здесь учет должно да патроны кибернетические запчасти отлично это как раз то что надо теперь я смогу сделать себе репликатор и на нем уже потом просто крафтить эти запчасти наверху больше никто не появляется но я понял сейчас опять вот эти будут невероятные звуки сейчас у меня достаточно патронов чтобы зачистить этих гадов куда быстрее а так они еще друг друга поубивают о можно так стать да все друга он своего убил сейчас этого убьет можно даже патроны не тратить особо просто выбери правильный угол давай 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 расстреливай этих гадов туда его на корабле предатель ё-моё надо ниже а тех кого они не застрелят просто сгорят по моему сверху закончились я лучше перепроверю да все сверху закончились можно вниз опускаться сразу тогда отсюда заберу железные блоки чтобы потом не возвращаться тут еще ночь на улице они теперь не горят это на самом деле не страшно в ящиках акм есть пойдет еще один не корабли это имба и об всю игру их чистил револьера я уже сразу не буду тогда забирать от них толку нет к сожалению не взял с собой топор придется эти контейнеры ломать подольше но ракеты и бесполезный антират буду спускаться ниже тут могут быть уже гадюки не никого нет постреляли друг друга в ящике у нас пистолет для его крафта насколько я знаю используется пластиковый лист поэтому есть смысл его брать чтобы потом в будущем переработать когда вернусь домой обязательно займусь этим не ну с калашом куда проще чем вот эти пистолетики всякие он не успел появиться а уже пропал вот так очередная комната зачищена и проверяю награду акм штурмовая винтовка ого а это чё такое вы зачем взрываете тут как будто тут топливный бак какой-то стоит на каждом корабле это место взрывается буглин это ты взрывал вроде нет но железный слиток это чё такое ты чё прокопался ко мне ли какой или чё или сегодня вторжение вроде в чате ничего не писалось уже на поверхности блоки ломает офигеть они могут мою базу сейчас снести просто в ноль ой тут еще куча стволов но пока влазит но томсона не буду брать он при переработке даже ничего не даст толком пару железа а вот тут куча контейнеров за ними на на потом вернусь я понял кто взрывал все сверху остались а тут руптор бегает а вас много да еще один руптор чё рупторы тоже блоки что ли ломают ого смерть какая-то что это мужик ты чё ну по идее все на этом зачистка окончена осталось только забрать отсюда все трофеи ого жемчуг эндера такое мне надо ладно наверное все таки вернусь домой скинусь а потом только прилечу сюда и буду забирать остатки потому что уже даже ну такое знаете относительно ценное приходится выбрасывать я все-таки не мажор здесь все я дома ну и территория вроде целая никто и не разобрал по кусочкам надо тогда сделать отдельный ящик даже двойной пока здесь скину сейчас когда все это переработаю место станет больше я прям хочу всю поживку здесь оставить посмотреть сколько мне удалось приподнять с одного кораблика порох иди сюда порох зачем ты динамит поставил какой-то баглинчик босс ты уже умер или еще нет х брат за брата за основу взята 1 убил 4 приползла и 4 убью теперь 16 придет или сколько как у вас там это работает 1 ревики тоже заберу потому что места много болван я найти почему потому что ну так судьба сложилась и еще и топор не взял с собой о пришел мстить где быдло отсюда ну-ка продемонстрирую мне как ты блоки ломаешь и ломаешь ли ты их вообще нет вроде пока не ломает ну что ж все контейнеры я разобрал и могу вам сказать что лут в них ну прям полная дрянь единственное что вот это вот бронь на переработку обсиди на остальные слитки хоть что-то нет остался еще один ящик тоже посредственным лутом ну и конечно же железные блоки куда без них и если я ничего не пропустил то зачистка на этом моменте подходит концу поэтому можно отправляться домой я добрался до своего дома и сейчас буду перерабатывать все что мне удалось притащить для начала вообще можно оценить объем вот это вот все что я принес корабля меня устраивает вполне для переработки мне необходим измельчитель крафт вы видите у себя на экранах и крафтить я буду из ресурсов которые я принес мне заодно тут и оловянные пластины сделались параллельно будут тогда подкрафт чивать контейнеры у насколько хватило может даже и хватит на застройку пока тут их оставлю и так измельчитель готов размещаю здесь и сейчас начнется самое наверное неинтересное для начала надо произвести выборку вообще что я буду перерабатывать калашей мне так много не надо ибо в турелях я их не планирую использовать болтовку только оставлю вот это вот наверно все у меня в переработку пойдет потому что чё там с болтовки получу да не так уж и много да я все выбрал все что подлежит переработки ну и сейчас посмотрим что из этого выйдет ловушка чтобы вы понимали у меня не перерабатывался калаш 1 я думаю ну ладно закину свой тем воспользуюсь а это ловушка забаганная его не было этого калаша он не существовал в пространстве в это время у меня запаска есть так что не страшно в общем результаты переработки просто феноменальны 21 пластиковый лист крафт которого течь гансе при условии того что у тебя есть термал экспэншн становится невероятно сложным 32 стали в принципе нормально и 55 обсидного стальных слитков это сэкономит мне практически стак обсидиана и стак железа я в полной мере доволен результатом и скажу вам более я переработаю наверное половину своего оружия которое у меня имеется а может не половину а вовсе все просто зачем мне столько огнеметов сами подумайте и зачем мне всякие ауги ну дробовичок ладно я один оставлю на всякий случай вдруг у меня просто все патроны кончатся пистолеты которыми я не пользуюсь мне тоже без надобности сама по нет самопалой легенды самопалой я все оставлю что у меня тут еще есть о еще куча пистолетиков не все это в топку сразу в топку хочу больше рессов подождите-ка у меня тут вторжение началось я уже эффект какой-то ловлю в общем можете оценить промежуточные результаты переработки уже мне почти стак пластиковых листов часто тут оружие я оставлю а сам пойду на разборки на улицу чё там происходит потому что я даже не знаю если у меня в турелях патроны ну конечно же нет а если у меня дома патроны это почему у меня зрение пропадает постоянно я не пил ничего такого самогонного дедовского вот есть немного патронов а я же еще и пороха принес к ты кто выйдя отсюда во как его убить подожди не бенебе не бей меня да что происходит короче ладно я пошел на разборки ну нафиг только если мне зрение конечно же вернется сейчас хотя бы одну турель заправлю ой-ой-ой отравление то сильно но нет ну 30 левел но я не хочу его терять но можно не умирать как-нибудь как нибудь решить этот вопрос без смертей чтобы было нет без смертей не не будет сегодня минус 30 уровень какой же кайф надо еще по моему в доме турель ставить вот это ты чё у тебя лук ого он какой-то колдун иллюзионист мне надо как-то вернуться на территорию но из-за того что я все время слепой сделать это не так уж и просто а да и что самое интересное я по-моему даже бегать не могу когда я слепой на опять и ослеп там же взрывается чё-то что-то против автомата сделаешь все растворился минус кифтуме вот это скелеты черти постоянно в ямы залазят чтобы по ним тяжело было попасть все сейчас более-менее спокойно можно спускаться вниз и дальше заниматься переработкой сейчас я только тут посмотрю по ящикам может у меня что-то тут осталось ну он пистолетик есть один ну что же закончилась моя переработка и я получил очередную партию офигенных ресурсов до наступления дня осталось не так уж и долго поэтому пошел я на улицу чистить вот эту вот гадость да и конечно же он заспауни динамит перед смертью бам плюс работа да то толком никого нет турель опять куда-то стреляет под землю конфискую у него оставшиеся патроны чтобы на их попросту не тратила ну и сейчас наверное можно будет заняться обновлением моей территории а именно установкой контейнеров только для этого надо будет лопату сделать я надеюсь одной хватит но во всяком случае если что еще одну сделаю и для того чтобы придать моей сборке чуть-чуть хардкорности то есть умножить ее примерно 3 я решил придать паразитам сразу же вторую стадию а то их развитие чет прям встала одни рупторы даба глины отчета за пожар у меня здесь тем временем моя великолепная стена уже готова и осталось вот здесь вот немножечко все восстановить ах ты его хорошо блин надо пойти потушиться пособираю паутину а то чё тут заросло прям ей ну и на этом пока что все не понял иди отсюда разбойник ну плюс штаны это сразу в переработку плюс один железный слиток ну и сейчас можно приступать к созданию фабрикатора для создания фабрикатора мне нужно сделать два вот таких крафта один такой и один такой это значит мне нужны карбоновые детали а для их создания потребуется огненный стержень и карбоновая пластина то есть алмазы лава и огненный порошок палку блейза я могу либо выбить в аду либо добыть в аду то есть добыть магмы и потом через компактор это все сделать в любом случае мне придется отправиться в ад и для того чтобы это сделать надо добыть обсидиана именно этим я сейчас и займусь почему там за ники гуляют это паразитки так ребята я вас по-моему не звал сюда может я конечно забыл о этом сборище паразитов надо их повыжигать наверное давай давай гори нечисть все закончились как же много опыта здесь ой-ой-ой-ой хочу у собак такой урон большой да еще башка появилась топор на кровопийцу и книга на кровопийцу нормально все можно отправляться до лавы прямо здесь разолью воду все такого количества мне будет достаточно а ну ну понял ладно все 10 обсидиана есть можно возвращаться домой делать портал только сначала воды налью здесь ну и попью конечно и блин я этот мод добавил чисто для того чтобы из лужи воду пить куда ты от застроить тут все а портал н прям тут сделаю себе чё далеко ходить все портал готов но шанс на то что я туда зайду и вернусь назад живым он ничтожно мал потому что и так воду очень сложно а вот на этой сборке это ну это сразу погибель страшно очень страшно но я все же рискну прилегающих порталу зону нужно сразу же застроить вот как можете наблюдать неподалеку заспаунился свин и сразу начинает по мне стрелять но с ним дело я иметь не буду и сразу взрываюсь поглубже в поисках магмы а вот и магма все наконец-то до нее дошел можно безопасно накопать себе блин лава гребаная сейчас всю магму сожжет ладно я думаю столько хватит мне если не хватит вернусь и еще накопаю вот это они тут расстрел проводят ну что ж магма добыта измельчитель у меня до этого уже был сейчас она превратится в сгустки магмы которые при помощи центробежного разделителя я поделю на слизь и огненный порошок и его созданием я сейчас и займусь константановый слиток для этого нужен это смесь никеля и меди а и знаете чё чтобы ускорить процесс это вот все передробки я сразу же на тогда наделаю ускорители а потом же к механизму перейду как раз для этого нужна была бронза и она у меня уже сделалась три набора обновлений на дробитель на печку ну и на какой-нибудь механизм будущем чтобы еще сильнее улучшить измельчитель мне необходимо сделать один ускоритель для него крафтится он вот так ой не так крафтится данный ускоритель вот таким вот образом то есть сначала делается красная принимающая катушка а потом и улучшение один в дробитель а другой в печку о видите сразу как быстрее пошло плавить ну что ж магма передробилась а теперь никель потому что мне нужна никелевая пыль и надо отключить автовыход константановые слитки есть сейчас крафчу все остальное компас две медные шестеренки и рамка основного механизма ну и конечно же красная принимающая катушка вот приборы готов ставлю сюда но и улучшение на него накидывает наверное пока не буду хотя нет накинул я думаю в будущем это сэкономит немного времени надо отсюда только слизь забрать ну и давай разделяйся у меня в измельчитель почему-то слизь уходит надо автовыход отключить и так огненный порошок я получил но мне нужен стержень и для этого надо будет сделать компактор компактор крафтится даже немного подешевле поршень рамка механизма две медные шестеренки и красная принимающая катушка все спидрам по компактору компактор закидываю огненный порошок если скрафчу лишний то можно будет передробить и получить огненный порошок в полном объеме возвращаемся к фабрикатору и теперь создание механических деталей для меня доступно но хватит ли мне алмазов хотя по идее нужен то всего лишь один алмаз до 11 у меня есть лавы сейчас наберу пойду только надо воду слить только у меня тут остается 750 чем с этим делать а все додумался ну что ну что вы делаете изверги ферму за что я бахтунг весь урожай не сфер мы походу взорвали ну за что вот черти проклятые с собой даже факелов нет чтобы там все осветить лезут и лезут в мою пещеру кто вас сюда звал набрал лавы проверяй ну да давай давай добивай добиваемую территорию а так они сюда по моему прикопались я сюда даже не выходил весь урожай с фермы потерян ничего не оставили вообще ладно я эту всю гадость вроде застроил чуть попозже ферму отреставрирую у меня сейчас другие планы лавы конечно же запасом набираю может быть надо будет мой ров там восстановить и так алмаз лава и огненный порошок получаю два карбона их закидываю металлургический пресс и карбоновую пластину а их даже две получилось я думал одна будет вместе стержнем обратно засовываю металлургический пресс плюс 2 механические детали и этого мне как раз таки хватит далее мне нужно 8 стальных пластин 8 это конечно как минимум это все в пресс элитная электросхема то есть это надо брать золотой слиток и также его в пресс закидывать надо бы еще микросхем скрафтить нужно будет сделать медные провода и механические детали но есть шанс что они у меня остались да вот они пять штук крафт электродвигатель должны побольше и так у меня есть обычная микросхема их нужно улучшить для этого у меня все есть но и крафчу корпус фабрикатора как раз таки два крафта теперь переходим к контроллеру фабрикатора для него мне нужно будет усиленное стекло стекло насколько я помню нужно делать из свинца для его создания нужен измельченный обсидиан измельченный свинец и пыль пиротеума и это все я конечно же смогу сделать только вот для того чтобы получить измельченный обсидиан его нужно сначала пойти и выкопать буквально три штуки и этого мне хватит надолго 3 обсидиана добыта и возвращаюсь назад обсидиан закидываю в измельчитель также передроблю один огненный стержень я ранее говорил что если сделаю лишний то смогу вернуть но правда только я один огненный порошок по моему теряю серу я получал при дроблении некоторые руды меня вот есть 10 штук и четыре стекла готово но мне по моему надо как раз таки 6 со стеклом я разобрался на улучшенные схемы надо еще будет золотых проводов сделать и контроллер фабрикатора готов теперь займусь стеклом а ну и на него тоже хватает и стекло готово и того я получаю готовый фабрикатор размещать который я буду немного пониже и для него нужно будет делать отдельные генераторы потому что энергопотребление у него достаточно высокая там какие-то очень страшные звуки на улице даже не знаю что это за мопах издает блоки фабрикатора нужно еще правильно поставить иначе работать он не будет фабрикатор готов и на нем я смогу создавать энергетическую ячейку что будет являться боеприпасами для там лазерных всяких винтовок кибернетические запчасти ну и элементы для брони также другие магазины допустим для звукового излучателя ну или же если я смогу докачаться до бфга то даже ядерный микрореактор это как бы тоже магазины на фабрикаторе только полезные крафты прямо сейчас сделаю для него два генератора и топливом ну будет наверное уголь дерево я туда не хочу закидывать генераторы по бокам в них по чуть-чуть угля ну и можно приступать к созданию кибернетических запчастей потому что они мне будут нужны на создание реакционной камеры и нужно будет их много тогда заранее закину сталь чтобы она делалась пластины можно наверное еще даже на крафт ее поставить потому что этого количества может быть даже мало хотя у меня а нет у меня тут дофига стали надо будет еще карбоновых деталей наделать побольше и кучу химических лабораторий я не помню сколько точно нужно вот таких вот крафтов но по-моему много также для создания кибернетических запчастей нужен песок душ а как можете наблюдать у меня его нет поэтому я беру лопату этот лут где-нибудь оставлю в отдельном ящике ну чтобы потом просто долго не искать и отправлюсь в ад я не знаю про чё я там буду делать как я буду искать песок душ вы же сами знаете как они там расстреливают активно будет весьма сложно и еще не помешало бы сделать новую кирку ну наверное ограничусь я обычный железный али хотя вот у меня молот есть страшно очень страшно идти туда не хочется максимально но выбора у меня как сами понимаете нет но если обратить внимание на карту то песок душ есть неподалеку я попробую конечно вылететь отсюда и как-то сразу закопаться что ли чтобы они если заспаунились то они меня просто не мы не смогли найти песка душ на одни так уж и много если накопаю стак то мне этого хватит наверно до конца игры все стак песка душ есть но сегодня удача явно на моей стороне сразу полечу назад и надо бы застроить это все а то если ко мне кто-нибудь верхний мир придет будет не очень приятно надо будет еще наделать золотых проводов побольше возьму пластиковые листы и redstone хотя redstone у меня не так уж много остается но это нормально потому что в шахту я не ходил давно да и пока не планирую ну что ж redstone пластиковый лист золотой провод и песок душ все пошел процесс самое дорогое из этого конечно же это пластиковый лист и как хорошо что мне не приходится его крафтить и я могу просто переработать оружие еще 10 проводов добавлю и тогда приступаю к массовой заготовки химических лабораторий надо для них еще будет сделать механических деталей вот у меня как раз есть 7 кремния мне хватает на 5 химических лабораторий в целом нормально сейчас еще карбоновые детали надо доделать блин неужели за магмы снова придется идти такое ощущение что мне просто не хватит ну да мне всего на два крафта хватит три магмы это мало но я не могу здесь больше добыть ее тут просто нет она еще и сгорает вся на сколько этого хватит 12 на 2 стержня мне этого хватит мало ой хорошо наверное лучше назад пойду если не хватит потом еще раз вернусь сюда хлебаной из лужи от у давненько этим не занимался и отправлю магму в дробитель а уже сгустки магмы в центробежный разделитель у меня были кактусы я их закинул в печку неужели это были единственные мои кактусы не мог же я так ошибиться сильно хотя у меня пустыни недалеко здесь 12 кибернетических запчастей у меня сделалось но проблема заключается в том что у меня нет золота ну вот так вот 11 измельченного нашел а еще вот трешечка ну ладно этого может хватит мне просто надо делать микросхемы улучшенные для них золото надо я же говорю что не так много сидел в шахте чтобы налево и направо разбрасываться так ну что ж мне хватает пока что на два крафта надо будет сейчас просто еще карбоновых деталей наделать и можно идти постепенно его уже выстраивать только вот я не знаю где этот здесь вот рядом он занимает немного побольше места хотя чтобы сразу в контейнеры эти не застроить а то вдруг они когда-нибудь оборону прорвут и будет плохо мне я только и слышу как у меня там толпы мобов умирают поэтому надо как можно быстрее делать оружие и заставлять турели по полной программе еще сегодня у меня вторжение поле в общем по поводу потолка я пока не знаю торопиться не буду это чем я здесь будет два слоя стекла тут закрывающий или три слоя стекла вот это вот я не помню но здесь точно должен стоять контроллер он часто сделаю контроллер пойду и когда я по нему нажму правую кнопку он как раз таки покажет что надо а ему надо еще две микросхемы они много ли ты хочешь дружочек же опять инвентарь забит и усиленное стекло а его я сделать не могу мне снова надо идти за обсидианом хотя стоп а чем недалеко бегать я же могу прям здесь сделать просто вот так оп и все обсидиан с доставкой на дом сую его в вилку надо еще найти для него свинца стоп а для стекла до для стекла тоже надо усиленное стекло это тоже куча обсидиана ну впрочем ладно тогда я побольше свинца на передробку закину и наделаю обсидиана она делаю обсидиана у меня лава закончилась да е-мое тогда придется спуститься вниз заодно еще там себя в капсулу вот эту лаву наберу побольше не ну так конечно поприятнее добывать его эх скоро это лава озерцо уже закончится тут прям пыли осталось у меня есть 7 обсидиана этого вообще же должно хватить но во всяком случае у меня еще с собой 10 есть вот здесь вот в этом резервуар чеки еще до кучи надо будет накрафтить пыли пиротеума сер у меня осталось отлично все-таки за магмой идти придется но только где ее добывать это наверное надо рисковать куда-то отлетать подальше ну что ж контроллер реакционной камеры есть сейчас пойду поставлю вниз и заодно посмотрю сколько там стекла надо ну да два слоя стекла то есть 18 штук три крафта а да хватает фу прям в упор между прочим а это значит что все у меня по моему упирается сейчас опять же в огненный порошок мне на два стекла хватит а там надо больше а ну вот по чуть-чуть собрался всего дома может здесь где-то у меня пыль валяется на два крафта мне хватило на один еще не хватает но без ада никуда придется в выйти тогда придется сделать еще один ящик все остальное в него докинуть и лететь рисковать своей джепой мне буквально пару раз хорошенько капану ты чё пугаешь то водурной через низ наверное пройду там вроде по безопасней хотя там лава где вы понимаете если я умру над лавой то шанса вернуть майореса не будет вон магма но ее охраняют где еще вот магма вот ее может быть я и добуду страшно но ладно рискую рискую а меня кто-то притягивает его сильно притягивает причем вот эти вот экстремальные работы страшно страшно очень страшно зато у меня сейчас куча магма будет 15 кусков да ё-моё хоть меня притягивать уродцы все я назад не хватит пока что застрой за собой и домой срочно домой суммарно у меня вышло 16 кусков даже 17 у меня дома шарт еще один лежит или сколько их там а понял 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 ну тэпни суча армбусы у меня портала нет вы даже не представляете насколько это габелла насколько это плохо а чё мне делать вы же понимаете что когда я приду в этот мир у меня портал появится скорее всего в другом месте как мне раздобыть здесь огонь хорошо что я не играю в хардкор режиме да где мне умирать нельзя но у меня остается только лишь килл так только тут придется режим для что врубить да у меня остается только лишь килл другого пути у меня нет прикольно прикольно что у меня кстати тут на территории бабах был но у меня был шанс просто выбежать в тупую как бы сейчас когда туда перемещусь меня создаться новый портал да и создался он в неприятном местечке я надеюсь они так и будут дальше стоять и втыкать я смогу свои рейсы забрать и потом прийти просто и застроить это все стоять мне нельзя отсюда уходить пока все не застрою потому что сейчас они вроде как стреляют но они втыкают не туда куда-то все все по-моему я ушел по моему реакционная камера у меня сейчас будет готова проверяю да конечно ее немного перекосило я пробую починить не ее ее перекосило как тебе починить дурно это создание не все камера сломалась вторжение начинается слушайте по моему я на лучше наверх поднимусь немного подстреливаюсь патронов у меня к сожалению особо нет но да ладно хочу это попробую сделать хотя вроде никого нет еще не не по чуть появляются да вижу их уродцы дети отсюда я не звал отсюда а похуй молния моя любимая кстати все чет что-то паразитов уже много стало не зря стадию поднял им реально много их стало за оборона справляется мне наверно тут даже и делать нечего пойду вниз дальше заниматься созданием оружия и так для чего я сделал реакционную камеру вообще на них конечно крафтов очень и очень много но мне в первую очередь нужен лазерный фокус который в дальнейшем я буду использовать для создания ствола лазера и уже вот это вот всего лазерного оружия но мне конечно же нужна лазерная винтовка для него нужен алмаз фокусировщик тепловых лучей и четыре ведра красного камня и для этого придется скрафтить магмовый тигель по крафту не очень сложно единственное что нужен назеритовый кирпич но это можно просто переплавить назерит и на удивление у меня как раз нужное количество все 8 есть также на плавлю стекла вот у меня что мало его и как раз у меня с крафта осталось одно усиленное стекло не придется его делать куда бы только магмовый тигель поставить он же мне тут все автоматизацию поломает ладно я тогда его вниз отнесу да вот у меня здесь будет использоваться а но еще мне конечно же нужен будет генератор и на тогда один отсюда заберу на фабрикатором потому что я особо сейчас использоваться не буду один поставлю сюда ему придется работать очень долго потому что энергии вмещает реакционная камера невероятно много это наверно даже знаете что придется еще наделать генераторов поставить провода на и очень сильно их запитать но у меня есть дерево для этого дерево можно добыть попроще чем уголь просто не на уголь здесь не очень как-то везет все посмотрю сколько мне придется редстоуна потратить блин слушайте чуть ли не стак редстоуна уходит на это все пусть тогда у меня редстоун пока плавится а я буду делать фокусировщик тепловых лучей крафт у него не такой уж и сложный все для этого у меня как раз таки должно быть а светокамень нужен вот оно чё а светокамень у нас где правильно в полной заднице ну чё снова в ад а нет подожди к надо взять с собой блоков а я не могу выйти из мира пока идет вторжение то есть мне надо подождать до утра пойду-ка посмотрю еще раз что у меня там на улице мобов конечно много но ситуация на территории относительно спокойная о пшено сюда сюда это надо мне руптор сгорел все правильно все так как и должно быть на мобов здесь многовато взрывают все еще он и крипер по приколу бабахает но что самое удивительное смотрите стены-то держат да что ты тут запрыгал руптор давай сгораю же не 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 все не хочу получать лишний урон пойду прятаться я в домик раз пока у меня с реакционной камеры все встало я буду делать себе энергетические ячейки но для них нужно золото а золотом у меня также проблемы в турель в идеале вставить я не знаю где-то 30-40 таких ячеек но для этого мне придется еще конечно корабли полутать это будет тяжело ого вот это прям бабах был очень плотный я даже в доме урон получил это что такое ухты ухты я за контейнерами пошел а у вас как дела так и знал что это бахнул такой заряженный крипер просто я даже сквозь блоки получил урон я могу их ставить да могу их ставить все восстановление территории былого могущества моего все нормально нормально главное за этим всем следить я сейчас сделаю себе молот и на него наложу эффективность 5 либо же я не буду делать все молоты сделаю кирку с эффективностью 5 ну и молот такой обычный знаете как молот это круто я не спорю вообще но молот он невероятно быстро ломается и на него обязательно нужна починка а кирка ее хватает надолго да она копает меньше но если мне нужно жить эффективность 5 она отлетит не так быстро как молот все еще придется на наковальню потратиться ну чё ж не сделаешь ради эффективности 5 но еще и уровня хватает я даже молот могу починить и сэкономлю тем самым немного алмазов не забываю про факела и удачного мне шахтеринга что еще сказать на вторжение закончилось можно и в от эти но остановлюсь а пожалуй все таки на шахтеринге потому что по ресурсам уже начинаются большие проблемы у меня только железа предостаточно поскольку его на кораблях лутал но все же если я сейчас его буду пропускать то и железом у меня будут проблемы как же быстро она копает это кайф иногда появляется желание установить hbm хоть я в нем и не очень шаре но я знаю что там есть продвинутый сплав и это ультра мега имба которая крафтится за копейки но работает примерно как атомный разборщик механизме ну еще и лазурит у меня уже как раз заканчиваться начинает ого даро ты чё тут забыл сразу тогда избавлюсь от булыжника и прочих вот этих ненужных строительных материалов не так уж пока я много у меня руды выходит поэтому get back to work опачки а вот это мне надо плюс 4 алмазика золото к сожалению я так и не нашел и это печально очень печально еще алмазы да ладно что-то мне на них прям везет сейчас да что я только что нашел алмазы нахожу еще одну залежи это какое-то волшебное место потому что у меня уже один салмаза в инвентаре да сейчас бы удачу конечно было бы вообще супер и так жизнь моего молота подходит концу я сейчас добуду здесь редстоун и уголь который только что нашел и буду вылазить на поверхность золотом надо вопрос как-то решать по-другому наверное придется найти очередной корабль и его зачистить я тогда получу и пластика дополнительного потому что у меня его сейчас наверное все-таки не хватит на моей цели допустим для создания той же лазерной винтовки там только на рукоятку надо около четырех пластика плюс на магазинчике тоже будет уходить да и золота у меня на все это дело тоже не хватит мне будет уходить один слиток на один магазин а мне надо ну прямо штук 30 как минимум в каждой у меня тут прорыв они какую-то пещеру лавой залили ну да ладно мне это лучше меньше появляться их будет и вот из-за паразитов постоянно дожди идут я не знаю как они на вот эту всю климатическую составляющую влияют но как-то блин влияют сразу молот на починку вон на три алмаза его починю воды из лужи уже традиционно и заполняю переработку надо будет тогда добавить сюда ящик чтобы она автоматом перерабатывалась включить автовыход ну все процесс пошел ну и теперь я отправляюсь в ад и мне надо добыть там света камня надеюсь мне повезет меня здесь встречают выстрелами и лагами сразу же а вот там место хорошее как раз над лавой их не особо много будет а может и много я не знаю такого количества камней мне хватит по любому там она еще в каких-то крафтах будет использоваться я в этом не сомневаюсь до пора себя не стреля по мне отставай уже она все пока хватит домой домой ой хорошо у меня еще и молнией вжарила чем не за столб деревянные четверть не понял как у меня тут вообще возник ну что ж я тогда продолжаю заниматься крафтом фокусировщика лучей все фокусировщик есть надо тогда освободить свой резервуар от лавы только где наверное где-нибудь внизу здесь солью и все а в резервуар наберу редстоуна сколько мне здесь выходит 3600 по поводу энергии я не знаю сколько там ее надо если честно минус 750 этой мощности должно нахватить тут даже останется чуть плюс еще в генераторе немного лежит берем совсем немного пойду еще схожу алмаз возьму первое время я не понимал как работать с этим прибором но потом до меня дошло сейчас я вам объясню по поводу заливания жидкости либо через термалку резервуары либо через термалку какой то есть там наполнитель или перегонщик жидкости либо через industrial craft при помощи таких же резервуаров резервуары не работают значит придется механизм делать вот он распределитель жидкости нужен по моему он мы с него заливали но либо можно сделать жидкостную трубу жидкостную трубу и какой-нибудь наверно резервуар стоп подожди я могу и назад залить не не могу назад залить план пойду сделаю распределитель жидкости немного по конченому она работает если честно но да ладно тут крафт не тяжелый я с ним справлюсь все распределитель есть устанавливаю его на вход тогда слева мне надо сделать выход и он по идее должен сейчас будет выливаться по идее но это не точно конечно же только я вообще щек энергии подключена всякий случай что ему не не нравится трубу сделаю ладно сделаю трубу о пошел процесс все вот он вам и гайд я сам запутался потом разобрался ну что ж а теперь приступаем к созданию лазерного фокуса начальная интенсивность стройка вставляю троечку здесь вставляю алмаз и надо следить за этой палкой если она поднимается жму плюс если опускается жму минус опа на минус она даже такой характерный звук издает типа чел ты без кора вообще капец полный лазерный фокус отлично ну и продолжать заниматься созданием оружия я буду только тогда когда добуду себе золото а для этого мне придется отправиться в путешествие и поискать корабли с вояками ну и конечно же очень жестко прям очень жестко всех и каждого наказать для проведения ритуала наказания мне надо будет наделать побольше патронов 23 магазина вполне достаточно компуктер мой прости конечно же но тебе придется немножечко множечко ладно очень множечко тебе придется сейчас поработать я так не знаю в какую сторону лететь аж тут уже вроде как корабли все-то поразграбил но самое интересное что фпс не падает он как был высокий так и остался просто самому майнкрафту тяжело прогружать все тут уже как бы все упирается на вино верное не в вычислительные мощности моего пика а именно в саму структуру майнкрафта но это выглядит вообще превосходно непривычно и вот реально превосходно ну конечно не вот это когда не прогружено не прогружено это некрасиво тут помню ничего не будет в этой стороне а какие красавцы можно вас с собой забрать коты что ли я вот смотрю по карте и тут одни паразиты везде паразиты спаунятся то есть нет обычных животных есть только конченные животные вот деревня пойду воровать книги здравствуйте а где у вас вход а он замуровал что а вот сейчас не понял это как это так вот это нифига себе я в шоке просто от того что произошло сейчас меня за секунду оттархунили я понимал конечно что меня сейчас скорее всего спину . ну ну чтобы миллиард ударов да дайте мне взлететь все я погнал все я захожу на экстремальную посадку но только нечисть а там до сих пор какая-то лазит ну что я уже морду вам пришел быть сейчас нет придурок но это ж надо так мне почему у меня постоянно нет слов но что я могу по этому поводу сказать но пришел я за ресурсами там был мой паразит этот мудень решил все взорвать по приколу по приколу просто ему это удовольствие доставляет но что я могу по этому поводу сказать я в шоке просто в шоке от сборки неужели сейчас потеряю паровку ранец я же не восстановлю это вообще никак то есть мне надо будет на лодке как в первых сериях искать корабль там пытаться топливные баки выбить ну ё-моё а мне взорваться просто пришлось я бы мог выжить но я когда пришел взорваться я пытался хоть что-то подобрать типа проплывая 600 метров но хоть калаш у меня засейвится интересно что же меня будет поджидать сейчас может быть ядерный взрыв например удивите меня очень сильно удивитель чтобы прям уже аж вообще ладно удивлен так я взорвался откуда паразит меня крёбаная голова меня не так много хп чтобы с головой бороться бам а голова сама себя уничтожила лошара да эти резы мои хоть что-то там осталось ну вот самое ценное это ранец кирка по моему калаш мы все-таки уничтожился да и добрая часть паровки хотя хотя нет слушайте калаш вот валяется я не знаю как он сюда смог улететь хотя я умер перед дверью но это гребаная магия а вот еще да 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 ботинок нет только а по моему все остальное есть магазины полные остались топливные баки ладно жить можно ботиночки я себе восстановлю это не проблема только самолет с собой заберу аучка больно по ушам громкость на всю стояла но теперь наконец-то я смогу украсть книги у него я так долго этого ждала столько потерял из-за этого хотя может что-то еще и валяется здесь ну вот уголь есть ладно тоже надо забрать и по моему все ботиночки мои уничтожены вот а тут еще один дом библиотекарей тоже застроен давай книги сюда итого 41 книга годится такое кузницы здесь не пахнет это тогда возвращаю прорисовку и дальше еще кораблик еще одну деревню вижу и в ней как раз есть кузница и дом библиотекарей еще как минимум один а ну да и дурные птички с динамитом ну это атрибут любой деревни как я считаю полная фигня а книги мне надо в этот раз придется очень долго летать чтобы найти корабль и вон еще одна деревня что-то их тут много прям меня интересуют золото и книги все остальное я тоже заберу и того у меня уже стак книг а что у нас кузнец наковал золото то что надо так ну что ж продолжаю лететь дальше только знаете что будет плохо если я умру мне уже придется очень долго добираться до сюда там я вижу локу из тачгана пойду заберу ее там еще и полицейский участок тоже можно залететь туда он тогда возвращаю прорисовку ну-ка удивляем порох и редстоун сейчас с этими гадостями надо будет разобраться прям по жесткому по серьезному давай выходи на крыльцо все верхний этаж зачищен сразу заберу отсюда блоки железные вы кому там стреляешь я же здесь снизу давай давай еще еще быстрее появляйтесь быстрее появитесь быстрее я вас убью всех по идее это был последний ну-ка патроны для дробовика солдатские ботинки и куда это все суват такой вот вопрос обязательно железные блоки надо забрать магазинчики все вот сюда можно позакидывать вместе с патронами ну какие влезут ну и в общем и целом как бы все на данж на этом закончился ничего больше тут не найду он деревне еще одна в ней по моему не был я уже даже не занимаюсь воровством морковки вот этого прочего потому что она мне просто не влезет а тут даже и воровать нечего ни одного дома библиотека речусь по приколу их вы расстреляете тех чтобы ну блин ну знали что надо все таки как-то к моему приходу готовится вот она кайфовая локация здесь очень много топливных баков должно быть сразу зайду сзади ну-ка смотрим да вот пустые топливные баки есть в любом случае это экономия пластика прочная ткань механические детали супер и еще топливные баки полные закидываю в этот слот остальные закидываю в инвентарь ну и впрочем все еще одна такая лока я буду богатым воробьей без динамита пожалуйста или вы не воробьи фиг вас поймешь механические детали баки еще баки но вот именно такая локация славится тем что в ней постоянно есть куча баков как полных так и пустых и они все представляют ценность очень большую а еще деревня воровать тут есть и кузница и дом библиотекаря просто супер но внутри ничего хорошего нет давай свои книги не выпендривайся тут что-то чаровать умеешь ничего ты не умеешь бездарь пошли отсюда у щит военная база а вот это надо вот там много должно быть рессов но только есть он ли проблемка сейчас на улице ночь будет и мне будут очень сильно мешать я даже не знаю что сделать я сейчас наверно просто добуду дерево построю себе ну наверху что-нибудь какую-нибудь фигню и в ней просто ночь перестаю все просто здесь зафкашу и надеюсь что меня не снесут вот посмотрите я спустился вниз чтобы добыть немного и много камня и сделать печку чтобы не замерзнуть меня уже к эта тварь к себе притянула и хочет взорвать ну что это такое знаете угощайтесь моим виноградом просто вакханалия какая-то я хочу срубить бедное дерево одно и улететь отсюда и все на этом закончить не трогайте меня пожалуйста на статье вы неадекватные какие-то все сейчас я согрею сейчас не будет тепло или не будет меч печка стоит тут ну какого черта а печка не помогает костер на костер мне не хватает одного дерева спасибо все на меня уже сразу нападение здесь кто-то лес спалил костер давай скрафчу костер хорошо а еще и молния можно отсюда на нас валить да хорош бить не молния сейчас умру не походу я не смогу всю ночь прав и кашлять мне придется летать чтобы не погибнуть вау место прикольное посмотрите опять кто-то тянет к себе нет это не мир это гребаный ужас какой-то просто гребаный ужас на спасибо бог гневе светящийся гриб какой-то рыба на паука напала просто под воду его загнала и забивает там это даже не пиранье причем возможно для придания более такого адекватного формата сборки моды на боссов мне придется удалить да это хардкор но допустим если я соберусь записывать средневековую сборку а именно этим я хочу заняться в качестве эксклюзивного сезона на бусте то все моды на боссов я уберу они у меня как бы будут ставить динамит вот эти все дела но боссов не будет потому что я могу стоять в доме а мне может просто убить молния поэтому если вы вдруг захотите поиграть на моей сборке с хардкором то обязательно удаляйте инфернал мобс и чемпионс иначе ваше выживание очень-очень быстро закончится так ну что ж на улице наступает день спаун мобов остановился и самое время остановить деятельность от этого от лагеря давай появляемся ой-ой-ой вы загорели всех еще вертолет появился вертолет сбит тем временем можно на второй или третий спаун сгорает а вот это дамаг я на такое не ссори зря быканул ой этот вообще какой-то в кинутой пособираю добычу немного а то тут и патронов нападала и вон оружие даже есть новая порция злыдни идет что это все похоже на то сейчас мне надо будет сделать ящик и начинать скидывать туда ресурсы которые я здесь найду вообще наверно сначала все свое сюда скину и пойду собирать все что тут есть заодно вот эти вот ящики ломать кстати вот этот домик я вижу впервые антирадин я выкидывал он тут бесполезен главное защиту от радиации сделали а радиацию нет и допустим на ту же радиацию из hbm а это защита не работает странно странно о гранатомет ко мне вернулся неужели очень много всяких ценных приколов падает мне это нравится дроп с вертолета куча патронов это даже лучше чем корабль ресурсов ну я думаю также но чистить гораздо проще непонятные кита помещения бесполезные причем тут очень много у таких вот ящиков тут у нас еще оружие есть да мне уже не влазит в инвентарь надо идти скидываться по-моему придется еще ящик ставить ой тут еще миллиарды я ж вроде собирал это ходил ну что ж все что я видел я собрал а то что я не нашел ну это печально и теперь надо думать что из этого забирать первую очередь это конечно же ресурсы ну и патроны что касаемо некоторых патронов допустим пистолетные мне не нужны магазин для пп мне также не нужны зажигательные для дробовика я их не использую пистолетные не использую все что можно я постараюсь застакать зажигательные винтовочные а двух патронов у меня жизнь никак не изменится далее по стволам я беру только то что можно переработать и получить хорошие ресурсы допустим тот же ревик мне нужен маг 10 если я не ошибаюсь ну как бы да сталь ладно сталь это тема полезная просто если честно второй раз сюда возвращаться желания вообще никакого нет поэтому хочется сразу по максимуму все взять но только получится ли у меня это сделать вопрос книги можно переделать в книжные полки тем самым я освобожу один слот сейчас за каждое место в нивентаре будут убиться ибо до дома лететь 3500 блоков а туда назад слетать это у меня весь день уйдет все посмотрю мне хватит такого количества дерева или нет да мне хватило от дерева можно избавиться вот брони то обсидиана в остальные слитки и как бы тут их много можно попробовать сделать сумку мне нужна шерсть и олова да и тогда я смогу это все забрать хотя наверное я оставлю здесь метку если мне потребуется обсидиана в остальные слитки я просто вернусь сюда и все это заберу еще еду можно захватить а стоп у меня еще книги есть блин я невнимательный сейчас надо еще дерево пробить тогда но про остальные слоты я пока молчу я их еще особо не разбирал все у меня полстака книжных полок железо можно переделать в блоке два оставшихся придется выкинуть тут как раз на улице уже темнее то есть я целый день на зачистку потратил и примерно всю ночь я буду лететь до дома ура ура я долетел до дома меня всего лишь раз 40 ударили молнией ну что ж подводя результаты моей вылазки можно сказать что она вполне удалось помимо того что раздобыл нужное золото да не в таких больших количествах но все же оно есть вдобавок я притащил кучу стволов которые прямо сейчас отправлю в измельчитель ну и плюс другие полезные ресурсы у меня третья стадия интересно и вот что принесла мне переработка добытого добра меня это удовлетворяет мне обязательно нужно вернуть свои правые ботинки для этого надо сейчас найти мне стальные пластины не помню где их оставил но они у меня точно были но не могли же они у меня все закончится а да вот и не 24 штуки я кстати одни ботиночки на себя надел мог бы еще один слот сэкономить взять чего-нибудь но увы я слепой вот еще дополнительная добыча возвращаю утраченные ботинки надо на них еще скин поставить и сейчас можно заняться созданием лазерной винтовки начнем пожалуй с пластикового ложе и все наверное на чем ничего хватает там я все очень плохо прям очень и очень плохо еще и топливо закончилось генераторе да ладно работа пожалуйста сейчас вот не понял почему ты не хочешь работать опа здравствуйте не сюда течь не надо лава похоже мой верхний генератор работает исключительно на вот эти вот приборы но в него я тоже добавлю угля сейчас я буду создавать электрум электрум это сплав серебра и золото у меня есть измельченное серебро а золото прямо сейчас буду измельчать мне надо 6 электрума то есть три золота надо передробить и 3 серебра смесь готова отправляю ее на плавку также нужно будет пыль перед теума кстати электром уже доплавился два свинцовых стекла и ствол готов что дальше закаленная ствольная коробка для этого нужны карбоновые детали потом у меня и вторжение закончилось надо будет жезл один сделать и вот это вот перекрыть ну его нафиг а то мало ли чё карбоновые листы у меня есть сделать их не придется и надо еще наделать обсиди на остальных пластин но пока они создаются я начну делать уже непосредственно энергетические ячейки медные провода и золото я взял с собой остальное там должно быть да все создаются энергетические ячейки и для того чтобы их зарядить нужен будет еще зарядник делается он не сложно одну ячейку я уже забрал для крафта беру пластины закаленная ствольная коробка первая лазерная винтовка серьезно выглядит да сейчас приступлю к созданию зарядника надо оттуда только медных проводов немного забрать чтобы новые не делать но тут как раз уже все ячейки докрафтились не надо две катушки одну микросхему у меня помню осталось микросхем тогда придется лететь в пустыню и немного кактусов там нарубить прям совсем чуть-чуть и еще нужны золотые провода и моего а у меня-то он один и золото то больше нет а вот и все а вот и приплыл ну тогда уже по стандартному скидываю все свои рез и шахта зовет все закончились или это только начало гасе из них всяких шмоток на выбивал и самое интересное у них у всех почти ржавчина есть то есть это такая фигня за которой твое оружие ломается когда ты на них его используешь о алмазики алмазики хоть и возле лавы но я все же заберу а ловушка понял понял понятно уходим мне нужно золото мне вы не нужны уходите отсюда вот тут еще и нефть о маяк первый раз его на этом выживании встретил но их сейчас будет очень много через некоторое время а хорошо я бы даже сказал отлично а я нефтью потушился динамит засада не 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 все 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 хорош я пошел наверх иначе я тут и останусь только трупиком 20 золотой руды но всю руду практически я нашел именно в пещере а надо еще остальную руду в переработку тоже выкинуть пойду по расстреливаю гадости этих а то что-то их много по нас спавнилась а паук на территории ничего сейчас я поставлю винтовочку в турель вот это вы огребать будете в целом можно продолжать мне надо сразу поставить провода на крафт все зарядник есть неужели его я тоже поставлю снизу на только на него энергии надо невероятно много будет но ничего угли меня вроде как есть что это немножко так и не должно быть какого фига не там все прорвали сейчас пойду найду батареечки я поставлю их на зарядку но они долго заряжаться будут очень долго надо тогда второй генератор отсюда снять ты добавить сюда но так получше уже пойду сначала сам опробую эту винтовку ну-ка раз и все и нет паука отличная вещь просто отличная вещь надо потушиться и магазин надолго хватает так ну чё пробую как она себя покажет она загорелась турель работай пожалуйста у тебя столько целей а энергии нет да сейчас пока эти турели зарядятся все надо еще туда угля подкинуть и как раз батарейки забрать вот четыре штуки еще стреляет по баглинчиком и просто интересно она будет в пустоту лупить нет давайте-ка думать на какую высоту ее надо будет поднять чтобы она не лупила в пустоту сначала сломать аккуратно ого а ну все по-моему турели лишился да и и сразу же взорвали как только я сломал но ничего у меня еще турель есть и вот эти провода надо тоже будет поломать попробую вот так сначала турель ячейки сначала она этих расстреляет она вообще не туда бьет ты не туда бьешь еще выше надо итак экспериментальным путем я выяснил что от нижнего блока до блока непосредственно турели они ее самой она видит 23 блока я не проверял зависит ли это от оружия или нет в любом случае я собираюсь ставить лазерную винтовку и тестивая на ней но прикол в том что вот допустим стоит она здесь и это значит что под собой она как бы видит моба но она не попадает по нему у нее идет все допустим вот с таким вот углом то есть нужно ставить обязательно вторую турель чтобы первая турель перекрывала слепую зоны второй а вторая первая то есть работает все крест-накрест поэтому для того чтобы это все работало мне необходимо поставить минимум две турели в противном случае смысла в этом нет поэтому сучармбэк как ты сюда зашел как он забрался на мою территорию объясните мне как откуда просто взял взорвал мне часть я понял я понял я сейчас буду это все конечно же восстанавливать мне же это нравится и я буду делать себе вторую лазерную винтовку радую то что на ее крафт у меня в целом все есть не надо просто сейчас поставить пять блоков рэдстоуна на плавку хотя можно даже больше в любом случае потом я все равно буду что за твары взорвали мне фабрикатор ну как давай включайся пожалуйста о хорошо что хоть тресы в нем остались в общем магмовый тигель за работу тут уже все зарядилось сейчас новые поставлю ячейки и пока магмовый тигель работает я скрафчу все остальное что потребуется для создания лазерной винтовки я уже слышу звуки зараженную эндермана и мне становится очень страшно потому что если этот черт телепортируется сюда то это конец моей базе а он телепортируется с динамитом я в этом не сомневаюсь да еще немного красного камня и запущу крафт но он капец как долго расплавляется не надо этого эндермана пойти отловить прям страшно что он ко мне тэпнется а ну он уже тэпнулся все эндермана по-моему больше нет можно спокойно выдохнуть последний блок доплавляется все плюс винтовка надо бы еще наделать энергетических ячеек тут как раз мне золото позволяет и в целом резов на это хватает на ток побольше наделать проводов оставлю буквально 10 золота на всякий случай вдруг срочно потребуется в крафте каком-то и полученные ячейки сразу буду кидать в зарядку итак сейчас наступает времени больших расчетов вот смотрите 23 блока от низа до верха но может произойти такое что на территории случается взрыв и как правило этот взрыв размером в три блока то есть расстояние должно быть у меня не 23 блока а 20 поэтому прямо отсюда я начинаю отчитывать вот они 20 блоков и вот именно здесь будет как раз таки стоять турель да чё-то взрывает уже гадости идите отсюда я не достроил еще ничего первая лазерная винтовка боеприпасы и надо отвести провод хотя слушайте генератор по моему придется наверх перенести все таки иначе он тут все будет перекрывать и мешать очень сильно спасибо мне по-моему боеприпасы к калашу закончились мне тут генератор как-то надо забрать они мне не дают они сразу толпой наваливаются вот еще и динамит поставили ну да видите она не достает до них нужна вторая турель срочно или их отманить попробовать просто чтобы она добивала строительство обещает быть неудобным самое время разместить очередную турель и надеюсь она будет их карать блин провода поставил все турелечка давай не подводи ой я их сейчас куда-нибудь вообще сюда выманю чтобы они все доставали ну работают постепенно работают там еще кто-то яд кидает да что ж такое ну дайте на территорию залететь пока вы яд очередной не кинули тварь не знаю что будет дальше но пока живу только не молния пожалуйста только не молния молнию я осуждаю максимально сколько мне еще отравления там хилься 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 быстрее у меня еды нету больше никакой ну все возможно один ударчик я переживу просто знаете в чем проблема расположения турели наверху они бьют вниз если бы я вниз поставил такого не было но если бы я поставил турель вниз ее бы взорвали сразу же она бы ни секунды мне кажется не прожила от взрыва тут ничего не защитит от одного максимум но на этом как бы все и закончится в целом нормально но надо бы еще одну турель поставить вот примерно вот примерно вот здесь как раз таки ладно тогда я сейчас сразу рудстоун отправляю в плавку и буду делать себе третью турельку полную это знаете как такой вот запасной вариантик чтобы вот если что вот эту местность отстреливать она точно должна достать я бы мог эту подальше поставить но она тогда до сюда добивать не будет то есть она берет участок вот этот и вот этот вот этот турель отвечает за вот этот участок а а та помогает и это и этой но надеюсь что я не сильно далеко поставил но ночью это я все проверю я не такой уж там спец в математике и в расчетах тут реально надо подбирать на ячеек бы в идеале конечно штук по 40 но это и пластика много и золота много а у меня к сожалению столько нет сейчас тут будет плюс минус поровну во всех турелях ну там на один-два где-то может побольше я хочу все таки восстановить свою территорию вот эти вот все последствия бабахов для этого мне надо пойти люков накрафтить а то я давненько я не восстанавливал люков с запасом сделаю все таки же не последний раз они мне взрывают тут восстанавливать тебя в этот раз уже буду контейнерами еще и гравия гадости понаставили у меня как назло собой лопаты нет но да ладно тут его не так очень много я сейчас наверно пособираю отсюда лаву я хочу посмотреть на вот эти вот дырки все которые тут образовались и залатать их потому что в основном то взрывают здесь им так недалеко и до меня пробуриться можно вот посмотрите просто киямы тут наверное я все заменю на контейнеры контейнеры кончились заодно и лопату возьму тогда и из лужи попью обязательно ммм дорого эндерман у меня даже турели помогают правда они не очень хорошо попадают но да ладно а спасибо я ж только тут застроил вот прям чтобы вы понимали в той же самой точке которую я застраивал я вот тут еще конечно не заделал но я просто не успел меня уже вторжение начинается немного не хватило смотрите это основная зона вот этот вот угол и они как раз тут отрабатывают то есть удовлетворительно как минимум на вот то турель конечно она бьет до сюда то есть ее надо немножечко сместить хотя нет или на или наоборот дальше поставить даже запутался ладно не трогаю пока пофиг главное что вот возле дома никого нет и все меня это устраивает я пока еще похожу паутину пособираю а я антизалаз надо тоже достроить я чё даже не обратил внимание что его нет все идите нафиг отсюда тут закрыто не ну слушайте тут вообще немного мобов они либо в лаве сгорают либо их турели отрабатывают все так как и должно быть теперь надо просто каждое утро их заряжать и делать больше батареек чтобы если я забуду их зарядить ничего критичного не произошло также я считаю что мне нужно построить отдельный склад турели безостановочно работают просто не было ни секунды чтобы они не стреляли все вот такое помещение под склад я разрыл поставлю сюда дополнительный верстак и на этом верстаке надо наделать побольше ящик на всякий случай может быть он мне когда-нибудь пригодится и надо большую часть ресов сюда перетянуть а то у меня прям тут концентрат реза представляете если вот тут два динамита взорвется я же без всего останусь потому что я тут стою а внизу то я чё я зашел в зал рез и вышел ну что ж а на этом 3 серия моего выживания подходит концу огромное спасибо всем кто досмотрел этого момента и в очередной раз отдельную благодарность выражаю своим бустером ведь они очень сильно поддерживают мой канал до новых встреч